Этот видос пойдет в историю. Все, мы готовы? Да, пойдем. Я не пи***ил, с вами Артур Пусин. Пи***! Всем привет. Новый влог. Третий по счету. Сейчас я вам покажу немного изнанку репетиции наших концертов в Москве. Мы приехали, собственно, ребята, специально для вас в мебельный центр. Сейчас будем тут давать жесткого лирического рэпа. Илья, как всегда, опаздывает. Ставлю на то, что он опоздает где-то на полчаса. Еще сегодня мы будем фоткаться на афишу, ой, на обложке для площадок вместе с Русланом и Лилем. Репетиция сегодня первая. У нас новый гитарист. И ху** его знает, насколько хорошо мы сыграем, потому что никто ничего не готовил. Это пи***ц, если честно. Но будем как-то с этим справляться. Я себе поставил будильник на 19 номер, чтобы проснуться. Потому что я собирался пролезть и спать. И ты мне пишешь, ты вышел, и я такой, б***ь, и вышел. Я тебе, б***ь, три раза, да, кускинул время. Я знаю, я вообще не соображаю, б***я. Так, репетиция. Старые люди, новые люди. Друзья, все по классике, артист объ***ался, как бы, посмотрите, б***ь, это дело. Готов сегодня делать самый грязный реп? Да, потому что я буду очень ху**. Максимально ху**. Можно побольше? Едем? Едем. Надо искать себя в букву. Это Косов, да? Да, Косов. Не граешь, б***ь? Ээээ, потом... Опа. Серёжа, пару слов скажи просто твоих сокомандников по бенду. Оху**. То есть ты всех уважаешь, да? Ты можешь обосрать кого-нибудь, я тебе даю возможность. Форстфилл мне очень... Б***ь. Сиди тут тарелочки свои, б***ь, ху**арят. Сука, я ебал, реально. Почему меня в этой группе никто не уважает? Это Илья задал тренд вот этот. Я всех уважаю, при этом всех ненавижу. Я вот такой человек. Это вот поэтому вы с Антоном подружились, я правильно понимаю? Именно на этой почве. Смотри, что я сегодня смотрел. Стрим Фёдора Сиди. Я нашел для себя это увлекательный релаксации. Слушай, у него лоуфай на фоне играет. Да, да, да. И Фёдор Сиди спокойным голосом говорит. Если вам не нравится, например, мой стрим, вы можете, например, пойти нахуй. Смотри, что Федя выложил. Он крутой, съем его последнего. А как ты считаешь, вот если в какой-то момент на бэке вместо меня выйдет Антон Татыржа в рамках поздравления с днем рождения, это будет хороший подарок? Да мне кажется, это охуенно будет. Все, работаем. Кстати, Первый Секс песню мы запрещаем. Там в комментариях дети пишут, пожалуйста, только не песню Первый Секс, меня мама заберет с концерта. Давай только припев сейчас и поймем первый, типа, и посмотрим, как это случилось. Первый реп-реп произошел. Сейчас будет фотосессия. Илья, ты радуешься жизни? Ты же любимая твоя часть жизни, да? Друзья, прямо сейчас мы с пацанами сидим в летнем лагере. Вот костер. Все, пока и фоучись. Кто узнал, тот ставит лайк. Эй, тиктокерсы, идите отсюда давай. Иди отсюда, говорю. Уважаю этих людей. Как хорошо, что они есть у вас, поэтому и слушайте песню. Надо, чтобы не удалилось, иначе все, иначе конец карьера. Да, иначе конец карьера. Если тикток сейчас выложится, все будет хорошо. Если нет, останется только во влоге, друзья. О, это какой-то популярный тиктокер. Ты уже начинаешь на нем? Да. Ух ты, ура! Ты популярный! Шел третий час репетиции, Илья к нам пришел. Илья, как ваше настроение? Отлично, я ем. Вкусно ли вам, все ли хорошо, как вам? Хуйня, ну пойдет. По сути вкусно и по вкусности вкусно, правильно я все понимаю? Да. Второй день репетиции, как вы относитесь к своим товарищам, с которыми вы играете? Басист не умеет играть, к сожалению. К сожалению, что вы можете сказать в свое оправдание? Бывает такое. У нас в группе вообще в целом принято, чтобы люди не умели играть, поэтому привет, как дела? Привет, я играю все, что хочу, и все нормально. Понял, да? То есть мы свои песни играем, вон там, Меладзе, Аллегрову, бля, всю хуйню, бля. Максим! А, привет! Ты сегодня репетировать приехал, зачем? Ну-ка, я даже не знаю, две песни спел и все. То есть ты сам сказал, бля, я буду переживать, я бы хотел приехать на репетицию. Олег, мы наконец-то составили трек-лист за три дня до концерта, какие твои ощущения? Охуенные, знаешь, какие мои ощущения? Я вспомнил, что меня надо влог демонтировать. Но я у тебя буду потом заниматься. Максим, а как ты обычно концентрацию себе сохраняешь, вот чтобы вот это вот тики-токи снимать, там, видимо? Макс вообще самый ебанутый из нас, Макс работает, бля, каждую секунду. Ребята, прямо сейчас я пишу сценарий и пишу битву, Фэлли, учусь, как надо. Магни, если ты в заложниках. А я кричу, не открываю, да? Вы видели, кстати, что Мелшир раздевается над Федором Стэдди, нам надо Мелшира приструнить. Мелшир разгорела жопу, он говорит, что у меня так плохо песни звучат. Я говорю, тебе честно? Он говорит, да, я говорю, ужасно. Я говорю, тебе нужно научиться давать деньги людям, которые умеют сводить. Он говорит, вот я слушаю песню, которую нам, ну, типа, сводил Стэдди, и слушаю, которую мне сводят, я не вижу разницы. Я говорю, так потому что ты в этом, сука, не разбираешься. Я говорю, в этом проблема. Илья, ты соскучился по плакатам, признавайся. Ну, честно говоря, нет, но... Да не нормально видно. Думаешь? Пойдет? Конечно. Ребята, это наша точка для митинг-ридс. Вот, касса хуяса, соответственно, будет этот, митинг-ридс. Илья, как истинный бухгалтер, сидит, подписывает бумажки. Бля, ну, конечно, мне не очень нравится черный маркер на нем. Виталий, давай намутим белый, я тебя прошу. А у нас есть или нет? Если нет, то просто похуй тогда. Если нет, то, наверное, мы намутим сейчас. Ну, вот если получится, то да, потому что, ну, посмотри, ну, реально, не очень хорошо видно. Ты доволен тем, что у тебя будет жесткий подпись-плакат перед день рождения? Да, не знаю, честно говоря, я прям нормально как-то. Хорошо, давай, блиц-опрос, Илья. Что лучше, концерт в день рождения или поездка в Южную Корею? Поездка в Южную Корею, наверное, получит. Хорошо, смотри, Федор Стыди или Ксюша? Да ты охуелся, Ксюша. Ксюша. Хорошо. Федор Стыди, блядь. Да, соответственно, смотри, клуб Бизи или лофт с банкирами? Лофт с банкирами, наверное. Все, хорошо. Смотри, Антон Татыржа или поездка на метро? Блядь, Антон Татыржа. Вова Братишкин или же машина Шкода? Шкода. Кстати, у меня есть новость для тебя. Давай. Вот моя татуировщица, которая мне татухи делает, она у себя в инсте выкладывает, ну, помнил, типа, работы, то есть фотки со мной. Так. И она выложила фотки, где я с голым торсом помню. Так. А я как бы не очень спортивный. Так. И какие-то девочки из твитера эту фотку запостили и начали смеяться над моими сиськами, типа, ой, какие у него сиськи. Я им пишу, пошли нахуй. И они, короче, блядь, начали, они специально вырезали отдельно мои сиськи и еще раз их запостили, блядь. Суки. Меня Виталия в зале потом податаскает. И потом увидим, девочки, у кого из нас сиськи лучше, поняли? Ооо. У меня больше, чем у вас сиськи, девочки. Главная сиська компании ГНГ. Смотри, Артем Варап или Донешн Алёртс? Донешн Алёртс. Донешн Алёртс мне деньги вовремя выплачивает. Ох, нихуя. Ты делаешь набор слов, но. Ты делаешь набор слов, но. Хорошо, последний вопрос. Каша или Владимир Владимирович Путин? Владимир Владимирович Путин, конечно. Все, друзья, Блиц-опрос закончился. Ура! Пописайте на мой аналог. О, кстати, расскажи. Ты вчера познакомился с Анной Енидой. Зачем ты снимал с ней тиктоки? Чтобы получить хайп на свою песню. Вот, получил хайп? Ну, немножко, да. Кстати, ну, немножко клип прибавились. Это, наверное, мои, наверное, тиктоки засчитались. Я могу сказать так, ребята, хайп это такая штука, неважно, грязный он или нормальный. Самое главное, чтобы хайп. Я тебя наебал, кстати, последний вопрос. Даня Кашина или Анна Енина? Ну, вообще, Даня Кашина. С Анной Ениной у нас еще не такие близкие отношения пока что. Но все впереди. Но Анна Енина, если ты хочешь продюсировать мне трек, если вдруг есть такое желание, то я, возможно, передумаю. Не надо, пожалуйста, я прошу. Лучше мы ей трек спродюсируем. Так, что у тебя в райдере, значит, тут? Корейский самец. Не, это самец японский, мне Руслан подарил. Мятный самец. Я бы отдал их покурить, он сказал, ну и хуйня вообще просто. А почему вот эта штука, лимонад, вот этот весь всегда с нами ездит? Потому что мы алкоголики. Ну, я, кстати, могу сказать точно, что я, когда пойду в зал, уже полноценно, типа, я не буду много пить, потому что зал не сочетается с алкоголем. Так круто, я просто держу камеру, а она сама за тобой следит. Ты будешь убежать, это да. А, задумай, блядь, нихуя, это вообще спортивное внимание. Что, сегодня подарков меньше, чем обычно? Да, слушай, да не, много все равно. Джаггер Мейстер как? Да, никак, типа, я его мало пью. Я понял, я не стал особо налегать, потому что я давно вообще нитки не проводил, я вообще отвык от них. Ну, нормально. Пока! Итого, концерт Москва. Это Саша. Это Серега. Серега сломал себе наушники. Серега все сломал, и теперь никто не может это починить. Серега специально сабодирует наш концерт, друзья. Теперь со сломанными наушниками я. Ну и, слава богу, честно говоря. Ты что? Малыш. Малый. Посмотри, посмотри. Человек-тинейклер, у него три цвета на кроссовках. Это называется кризис среднего возраста. Илья, с днем рождения. Спасибо. Кто самый большой молодец, кто тебе подарок сегодня подарил? Сегодня ничего не дарили еще. Мне вчера дарили. А, так суки... Походяйте, технически уже сегодня. Самый большой молодец, тот, кто подарил мне PlayStation. А еще iPad. И часы. Тебе iPad подарили? Да. Круто. Короче, самый важный подарок, который Ксюша мне сделала на день рождения. Она мне подарила пакет сухариков Крутец. И вот зря смеешься. Чтобы ты понимал, это самые вкусные сухарики вообще ever. А их убрали, блядь, вообще их нигде не продают. Я, блядь, это мои любимые сухарики. А что ты больше любишь, сухарики или русский рэп? Блядь, сухарики. Спасибо, Анатолий. Хорош, камеру пиздим. Давай, блядь. Мне кажется, надо уволить Артема Вараба из-за того, что у нас бодипак не работает. Хочешь, вертушку сделай? Давай. Было бы круто, если бы он сплоткнулся и упал, честно говоря. Я потянул ногу. Обрати внимание, ты пришел на работу, блядь. А что не так? Это называется профессионализм. Я знаю, что ты такого слова не... Как шутить про своих коллег, что у них в офисе в толчке. На, блядь, получай, я не понял. Элия, какие ощущения перед концертом? Ай, блядь. Ощущения замечательные. Почти все мои близкие люди уже здесь. Концерт пройдет классно. Только Федора Стадинет. Пожалуйся, пожалуйся на Федора Стадинет. Да, хочу жаловаться, мы его сами не привезли, блядь. Че жаловаться? Не, Федя, Федя люблю безумов. Бог бы и сам приехать. Да не, он работает и хуят еще. Федя иди с человек, до которого я вообще никогда не доебусь. Федя это, блядь, это... А я? Ну и ты. Нет, 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 мы с тобой работаем. А с ним че ты не работаешь, что ли? Сука, изменщик. Вы не понимаете, это другое. Сука. Я ебал, нахуй, это все. Ты влокмейкер? Да, я влокмейкер. Кстати, извините, кимич, ты ксюш подарила. А, Касю. Прикольно, кстати. Ты знаешь, что ты должен делать влокмейкеры? У него должно быть свое приветствие. Пошел нахуй, перевер... Я имею ввиду, хаю-ха уже заняты одним наркоманом. А, то есть... Надо, чтобы она рифмовалась на Артура или First Feel, типа... Я не пи***ил, с вами Артур First Feel. Бля, хулее! Я не твою маму в рот долбил, а меня зовут Артур First Feel. Спасибо, пацаны, 18 плюс на ролике уже получено. Самый лучший из армян, я Серега Григориан. Бля! А ты, а ты кабардинец. Да. Я принес с собой гостиниц, сами я, Артур Кабардинец. Увидец. Артур Кабардинец, на сцене. Добро пожаловать в наш стендап-клуб. Обычно перед нормальными стендапами мы по... Ведя, ты чё тут делаешь? Я приехал в Москву поздравить Илью с днем рождения и потусоваться, по-выступать, покайфовать. Может быть, не вдыхай, если чё. Я пока не знаю, что там. Как в мультиках эта перчатка боксёрская, бля. Какой-то ребёнок сидит. Это намёк, что ты глядишь. Некрасиво сделано. Дети умеют. Этот видос пойдёт в историю. Всё, мы готовы? Да, пойдём. Всё, Ильёха, поворачивайся. С днём рожденья, Ильюха. С днём рожденья. С днём рожденья. С днём рожденья. Я правильно понимаю, что это моя Шкода на Фёдоре Слепе? Да. Я только сказал, что моя Шкода хуйня. Чё, маленького размера. А, Ильюха. Это мы решили, короче, что у пацанов на ВС-репе никак не получается сделать заебатый мерч, короче. Поэтому мы сделали его тебе. Вот смотри, это ты и номера. Небольшая баскала. Номера, ты уволен. Очень здорово, что когда-то ты появился в нашей жизни, а мы в твоей, очевидно. Мы очень рады с тобой работать. Ты охуенный чувак. Даже несмотря на то, что ты стримишь, типа. С тобой всё равно очень приятно. И я надеюсь, что так и будет дальше. Принципы заморожены, скромно. Мы все красоты, наверное, от того не знали, что вроде не так сложно, но плага устал. Мы любили, что не может, не надо, если мы души не старались. Прогулочным шагом по тропам шатайте и терпинец, и футки, и дотрогайте. Над урманенной светом, плеков красивых, он плетётся по дороге, в обрекосовой дельёной. Даю краски на взгляд дворы, одинокий в дальние план, Дувай за мне. Спасибо за то, что появился в моей жизни. Мы так и не хотели найти нам свою любовь. Вот. Я забыла, что хотела сказать, но я не хочу помнить. Ты хорошо, конечно. Ты меня ассоциируешься именно с синим розовым, потому что синий цвет спокойствия, и я чувствую себя в сухую. Но я на Дилу не знаю сам. Улетаю ту-ту-ту-ту-та-ту-ту-ту-ту-ту. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok